Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с дольщиками двух жилых комплексов Твинхаус и Карамельный. В компании, которая занимается строительством объектов, сменилось руководство. На устранение проблемных вопросов понадобится время, но дольщиков заверили, дома будут достроены. Стоит задача сегодня это жилье достроить. Повторяю, мы его и достроим вместе с вами. Значит, в этом нет сомнений, сегодня не 2000-е годы, не 2005-е, а 2020-й год. Сегодня совершенно другая атмосфера в стране, другие совершенно требования и законы, естественно. Строительством 22-этажного ЖК Твинхаус и многосекционного жилого комплекса Карамельный занимается компания «Ареал». Сейчас дальнейшая судьба объекта временно легла на плечи Екатерины Севериной, которая в прошлом возглавляла эту компанию. В этом статусе она останется до официального назначения на пост нового руководителя Максима Селиверстова. На данный момент его кандидатура проходит согласование в налоговых органах и банковских структурах. Мы ждем теперь от банка их реакции на назначение нового директора, но надеемся, что это никак не скажется на получение кредит. В настоящий момент ведется строительство на те денежные средства, которые инвестирует компания «Московия». Она официально является генподрядчиком строительства на Твинхаусе и на Карамельном. Свои коррективы в сроки строительства внесла и пандемия. Из-за двухмесячного перерыва монолитные работы идут с отставанием от графика. Сейчас для соблюдения безопасности на объектах трудится минимальное количество сотрудников. Выйти на проектную мощность подрядная организация планирует сразу после снятия ограничений. По Карамельному на этой неделе будет залита фундаментная плита, перекрытие подвала. Дальше пойдут стены первого этажа. По Твинхаусу ситуация чуть-чуть получше. Там нас не держит вынос сетей. Мы выходим через месяц на типовой этаж шестой-пятый и там работа также пойдет веселее. Мы планируем заливать в месяц на каждой из башни по три этажа монолита. График с конкретными сроками завершения работ предоставят после назначения нового генерального директора. В ближайшее время компанию «Ареал» ожидает проверка финансовой деятельности.